Здравствуйте, друзья! Вы давно меня просите показать дачу. Квартира, говорят, уже надоела. Мы подписались на вас, как на садовода. Ну вот, свершилось. У нас весна. Весна, конечно, холодная. У меня сегодня чуть не замерзли баклажаны на подоконнике. Но, тем не менее, сегодня мы делаем первый выезд. И что там нас ожидает на даче, сама не знаю. Так что поедем вместе смотреть. Сюрприз будет, как говорится. Вот мы собрались, наконец-то. Вот здесь у меня вещей много. Но без вещей никак на дачу не получается. Поэтому хочу забросить кое-что. Зимой дурака не валяла. Вот плела вот такие ведра, плетала искусственным ротангом, кашпом. Теперь обеспечила себя в полной мере. И также везу еще рассаду в соседке, обещала кое-что. Ну и, конечно, наш приятель, главный, как при слове дача, он сразу засуетился и говорит, я уже готов. Ну, куда без него. Наша дача находится в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Раньше, когда мы жили на окраине города, в спальном районе, это было вообще очень удобно. Практически мы по городу не ехали. А сейчас мы живем в самом центре города, на Васильевском острове. Но я не могу сказать, что нам неудобно ехать. Дорога... Недавно сделали нам хорошую развязку. И поэтому дорога очень красивая и, в общем-то, удобно. Вот, мы свернулись с главной трассы. Теперь выехали на нашу основную финишную прямую. Это дорога до нашего садоводства. Она около трех километров. Уже там даже впереди видно домики. Дорога, конечно, не очень, но это как бы беда. У нас какая беда в России. Дороги и дураки, как говорят, да. Но еще неделю назад здесь была колея ужасная. Сейчас уже все-таки дорога протаяла. Поэтому мы доедем хорошо. Но снега еще много. Обычно мы начинали, пока не жили на даче, ездить, когда появлялись первые цветы мать-мачехи. Но пока они тут не просматриваются. Но верба уже цветет, ива. И поэтому можно будет, попробую на даче сегодня даже посадить на зелень лук-севоки и какую-то зелень, типа салата-укропа. Это я всегда сажаю, когда распускается верба. Ну вот мы и приехали. Смотрите, конечно, дорожки еще у нас почти непроходимы. Снега очень много, сугробы только вот на южной стороне у гаража, где мои клематисы немножко пооттаившие. Там даже, наверное, сниму сегодня вот эту вот ботву от клематисов, укрытие. Ну а так пойдем смотреть сейчас, как что у нас на первый взгляд. Ну, в общем-то, еще пока, конечно, весна такая относительная. Ну вот мы зашли в теплицу. Вы знаете, тут действительно пахнет весной. Я еще даже не пойму, чем. Такое впечатление, как будто бы гиацинтом пахнет. Ну, сейчас посмотрим. Это у меня луковичные в контейнере между грядками на дорожке и накрыты двойным слоем вот укрывного материала. Поэтому для меня, для самой, интересно, вот сюрприз, как же они перезимовали, потому что я их не прикапывала нынче, никуда больше не убирала. Только вот так вот зимовали. Ну что, будем смотреть? Ну что, поехали. Ух ты, это наш седум Эверса. А это вот нарциссы. Батюшки, посмотрите, это уже мускарики пошли. Ну, смотрите, вот это седум Эверса. Уже весь зелененький закучерявился. Рядышком это, похоже, нарциссы пошли. А тут уже с бутончиками мускарики. Дальше тюльпаны. Тоже, кстати, с бутончиками тюльпанчики. Ой, а это-то, смотрите, торопыга какой. Он меня даже не дождался. Весь зацвел. Уже даже вот скоро, наверное, цветать начнет. Ну надо же. Вот это торопыга. Красавец вообще. Вот он и пахнет. От него, я думаю, что такой аромат просто стоит божественный. Они, кстати, очень хорошо пахнут. Вот красота, вы посмотрите. Вокруг снег, сугробы, а у меня здесь зелень. Очень жалко, что мы сейчас домой вернемся. Я бы уже тут осталась. Вот у нас тут через дорожку второй парник. Зашли сюда. Кстати, Гоша пошел проверять первый. Я только сняла с него укрывной материал, не удержалась на камеру. Но тут все то же самое. Пойдемте поближе покажу. Поближе. Здесь у меня тоже мускарики. Это какой-то другой разновидность забыла на букву П. Вот посмотрите, какие эти маленькие вот только выходят. Это я новый сорт купила. Это покупные луковицы. Здесь у меня крокусы в низком кашпо. А здесь, смотрите, не столько вышло нарциссов, сколько крапивы. Хоть суп вари. Вот. Молодая крапива. Вот. А тут отцвели подснежники. Вот они уже отцвели. Удивительно. Здесь тюльпанчики все в бутончиках. Но поскольку были накрыты, листья немножечко у них такие мятые. Ну, они, я думаю, сейчас поднимутся. А это вот нормально. Это луковички. Они были самые крайние. Им было прохладнее. И они не успели вымахать так, как те, которые центральные. Ну, то есть, видите, и совершенно никуда не закапывала, а просто стояли на грядке и прикрытые укрытым материалом. Хотя, если нынче у нас зима была, в общем-то, довольно суровая. Были морозы и до 30 градусов. Сохранились. То есть, я вижу, что не обязательно их закапывать в огород. Теперь это у меня был эксперимент в этом году. Ну, в общем, все прекрасно выдержало. А здесь под гортензиями, смотрите, уже проснулся гигантский лук. Он будет высокий. И пока гортензии еще будут без листьев, он процветет весь. Это красиво. Мне очень нравится. Сами, кстати, гортензии, они у меня были стрижены осенью, обрезаны. Нормально перезимовали. Я не вижу нигде даже ни одной сломанной ветки. То есть, вот киушу тоже, смотри. Ну, в общем, по-моему, все нормально с гортензиями у нас. А маленькие они еще все под сугробом. Ой, а здесь у нас в прошлом году рос лук порей. И смотрите, еще какой-то у меня перезимовал. Обычно они у меня не могут перезимовывать, потому что постоянно гниют. Но этот вроде живой. Ну, конечно, выглядит не фонтан. Ну, а как он выглядел в прошлом году и какой у меня был шикарный лук порей, вы можете посмотреть в моем ролике прошлогоднем. Ссылку тоже прикладываю. Слушайте, а тут парник хлебница. Вообще какие-то чудеса. Я не пойму. Вот это в прошлом году у меня салат рос. От эски кучерявец. Посмотрите, почему-то он тут зеленый у меня. Откуда эти зеленые побеги появились, листья. Похоже, что там... Это похоже на свежее никак, потому что все остальное уже сухое. И вот здесь была петрушка. Вот там, вижу, зеленая осталась, а эта замерзла. Потому что я вот эту вот хлебницу не закрывала на зиму, чтобы ее не повредило. Она рядом находится с большим парником. С него падает снег. Вот тут сугроб до сих пор лежит огромный. Я боялась, что ее раздавит. И она у меня была открытая зимовала. Но вот удивительное дело, что здесь салат и вот там вот куст зеленой петрушки. А вот я привезла елочку, конику. Помните, мы ее с вами где-то перед Новым годом снимала я ролик, показывала, как ее передерживать. Вот она у нас передержалась в лучшем виде. С нее практически не осыпались иголки и очень много вот почечек. И потому что она была у меня под пакетом, вот это вот так, на подоконнике, на прохладном. Я сюда постоянно брызгала ее водой. А сейчас я ее привезла сюда, оставлю в теплице. И не буду я ее не закапывать ничего, а просто так же рядом с тюльпанами опущу вот сюда вниз. Тут листья будут немножечко ее притенять. И я думаю, что ей тут будет комфортно. Потому что для влажности я немного снега ей положила. Он сейчас подтает и, в общем-то, до следующих выходных я думаю, что ей будет тут нормально. Лучше во всяком случае, чем под колпаком на подоконнике. Вот что еще хотела заметить. Смотрите, ведь простояли вообще с осени. Они под укрывным материалом у меня. Никто их не поливал. На дачу я не ездила, как нерадивая хозяйка. Но тем не менее, вот земля совершенно влажная. Пока даже сегодня я не буду ничего, наверное, предпринимать. Я проверила, а она вся влажная. До следующих выходных оставлю в таком виде. То есть прекрасный способ зимовки. Мне прямо очень понравилось. И не пересохли. И, в общем-то, как бы не замерзли. Все живы до единого контейнера. Меня очень порадовало. Вот я еще очень волновалась по поводу наших теплиц. Как они выдержат от снега, чтобы не завалились. Потому что, в общем-то, в интернете попадалось, что у многих попадали. Но как-то у нас все обошлось. Вот видите, какой гребень еще на грядке. Это вот падало сюда и на грядку с этой, которая, короче, пониже теплица. И с большой тоже самое. Там сугроб большой. Я даже накрывала землянику, клубнику. Сделала небольшие дужки и укрывной материал. Так и оставлю. Но вот тоже там все под снегом. Даже их немного завалило. Но вот когда снег сойдет, я потом поправлю. И все равно буду держать ее пока под укрывным материалом. Чтобы получить все-таки более ранний урожай. И он более будет все-таки большой. Потому что не замерзнут цветочки, бутончики при возвратных заморозках. Вот клематисы у меня где на южной стороне, возле гаража. Они уже полностью освободились от снега. И поэтому тут тепло, место солнечное. Я просто сейчас вот эти побеги прошлогодние отгребу. Чтобы они спокойненько дальше земля там оттаивала. И не начали расти под этими побегами. Кривые да косые. А вот смотрите, что обнаружила. Вокруг сугробы. Там вообще высокие. Здесь вот выше крыши, как говорится. И вот, пожалуйста, подснежник. Буквально вот небольшая проталинка. И они уже у меня показались. Но не чудо ли весеннее, правда? Еще меня очень волновало зимой, как перенесут эту снежную зиму мои хвойные растения. Конечно, это такой вопрос. В прошлом году, когда мы зимовали, я регулярно ходила, отряхивала снег. А здесь они были брошены буквально на целую зиму без присмотра. Ну вот смотрите, вот что показательно. Это скальный можжевельник. Абсолютно ни одна ветка не сломана. Хотя вот я в прошлом году видела, как он весь буквально вот его распирал от снега. Видимо, так и было. Но он хорошо восстанавливается. Горная сосна, она пока еще под снегом. Часть казацкого можжевельника тоже. Вот туя хавея выглядит не совсем красиво. Но потому что у нее середина еще завалена снегом. И желтая, golden globe, тоже она еще под снегом. Очень много ее. Но я думаю, что ничего страшного с ними тоже не произойдет. Поэтому вот здесь вот коника. Там маленькие карликовые елочки. Они тоже абсолютно под снегом. Тут у меня где-то лаванда. Но я думаю, что мы еще дождемся с вами, пока снег сойдет. И тогда уже можем судить о дальнейшем. Последнее, что я хочу еще сегодня сделать, это посадить лук на зелень. У меня был выбран из моего прошлогоднего урожая. Поэтому вот здесь будут расти баклажаны. По краюшку тут влажная почва. Я сейчас его воткну. Причем я ни донцы не обрезаю, ничего. Донышки так вот и посажу. И у меня всегда ранний лук зеленый. Потому что остальную зелень я, конечно, сажать хотела посеять сегодня. Но не буду еще. Все-таки как-то холодно. А лук, в принципе, он хорошо растет. Поэтому вот сейчас я вот это сделаю. Но поскольку у меня сарай, где инструменты обледенело, там еще сугробнее не зайти, пользуюсь инструментом от камина. Ну, в общем-то, что есть. Сейчас я воткну лук и потом совочком немножко присыплю сверху снегом. Ну, что я хочу сказать. В общем-то, я довольна. И моя душа, наконец-то, успокоилась. Никаких я не увидела здесь происшествий таких, чтобы меня огорчило. То есть, все идет по штату. Поэтому всем желаю такого же результата зимовки. Вот, чтобы были целы наши растения. И, в общем-то, ничего не вымерзло. Ну, а то, что вымерзло, не вымерзло, это мы попозже посмотрим. Так что, ждем весну уже вот-вот.